И почему ты еще не на стримах Hellye Play? Игровые истории, нация ботов в Майнкрафт, спидран двери в Маре 64, булжать. Игровые истории, кстати, классная рубрика, так что поехали. Эдди Горда из Текина не в каждой части был одним из сильнейших персонажей, но абсолютно точно всегда был одним из самых любимых комьюнити. Это тот самый момент, когда за персонажа могут не играть, но он обязан быть в игре, потому что так надо. И между прочим, застолбить себе место в сердечке фанатов при наличии дебильного самурая, кошка-мальчика, русского и каменщика почти невозможно, так что Эдди с полной уверенностью можно назвать культовым. Поэтому многие словили лютый хайп, когда любителя капуэра добавили в Tekken 8, а потом все словили хайп еще больше, потому что Эдди оказался к чертям поломанным. Игроки по всему миру стали утверждать, что Эдди фактически непобедимый, поскольку творить комбо-гряй своими ногами он может по нажатию всего двух кнопок. Конечно же, с этим утверждением начали спорить, указывая, что Эдди очень легко читается и контрится, что породило классические срачи и гидгуд гонения. И чтобы расставить все точки над И, кто-то запустил трансляцию по Tekken 8, где бот играл за Эдди, спамя всего одну кнопку и побеждая. Этот бот выигрывал настолько часто, что добрался до Гарриу. Ааа, это в рейтинге! И это в рейтинге! То есть бота поставили играть в рейтинг со спамом одной кнопки! Но он, естественно, проигрывал, я уверен, таким образом, но в итоге... Это было настолько угарно, что все перестали выяснять, насколько сломан Эдди и начали запускать боты в разных регионах, чтобы проверить, какая страна лучше играет в Tekken на низких рангах. В вечном противостоянии игроков Европы и Северной Америки с отрывом победили игроки из Европы. Они проиграли боту меньшее количество раз. Что ж, это истории из игр, самые интересные, важные и смешные события игровой индустрии. Да, в ней... Это очень смешная история, реально. Никто, я их не выпускал, надо наверстывать. А вам надо поставить лайк, чтобы видео выходили чаще, подписываться на телеграм и ВК, чтобы быть в курсе жизни моего канала и получать самую нужную кекную информацию о видеоиграх. Не забудьте подписаться прямо сейчас и, наконец-таки, расслабьтесь. Ведь с вами Булджать, и мы начинаем. Что это? Эх, кажется, показалось. А, нет, и в самом деле пора. Ну что ж, дорогие русы, пора в бой с ящерами, самыми настоящими... Так. В жизни каждого геймера настаёт момент, когда он начинает задавать странные вопросы, к которым непонятно, как относиться. Есть ли у Кирби пальцы на ногах? Как Саму сворачивается в шар, не взрывая свои органы? Спине Данте прилипает что угодно или только меч Спарды? Эти вопросы могут показаться глупыми, и так оно и есть, но если задуматься, в них можно найти смысл, и иногда они могут привести к необычным ответам и исследованиям, которым ты никогда бы не... Тот момент, когда соревновательный файтинг превратился в пресс-икс-ту-вин. Угу. Давай, урешай. Пришёл, задавая правильные вопросы. Именно так было создано моё видео... Ооо! ...и в видеоиграх, которая неоправданно получила отметку 18+, поэтому рекомендации вам его не покажут. Пойдите, посмотрите обязательно, это же современная классика интернета. Примерно настолько же глупым, как соски, вопросом задался ютубер Энни Остин, который посмотрел на реки в играх и спросил, а это точно реки? Абсолютно идиотский вопрос, который не должен был задаваться, но на который нам теперь жизненно необходим ответ. Мы всё-таки воспринимаем водоёмы в играх как данность, они там просто существуют. Иногда в воде может искупнуться, иногда она смертельно опасна, мы всегда обращаем внимание на то, ведёт ли себя жидкость физически корректно, и смеёмся над разработчиками, в чьих играх не идут круги после выстрела по воде, но почему-то мы до сих пор не задавались вопросом, откуда эта вода берётся. Энни Остин провёл в некоторых играх несколько гидрологических и геологических исследований в меру своих возможностей и пришёл к неожиданным выводам. Например, в Моровинде по факту нет... Блин, какой же Моровинд огромный, господи Иисусе. Никаких рек. Карта Мор... Это, конечно, пипец. Помню Моровинд, и это... Это просто пиздец. Моровинда будет говорить нам об обратном. Пусть их и немного, но... Это просто... Но реки там всё же указаны. Но если приглядеться, то ни у одной из них нет течения. Берутся они... Если что, она до сих пор, если кто-то не играл, она потрясающе играется с модами. До сих пор. Вот, как и Обливиан. Обливиан вообще имбища сейчас с модами. Мне даже... Даже в какой-то степени лучше Скайрима. Я сейчас не угораю. Если кто-то думает, что я угораю, я не угораю. Непонятно откуда, и заполняют пространство так, как ни одна реально река себе не позволяет. А всё потому, что это действительно не реки, а просто очень длинные лужи, через которые нужно бросать мосты. Учитывая болотистую, сырую местность Моровинда, эта деталь даже не выбивается из общего сеттинга и придаёт ему некоторую изюминку. По версии Остина, извержение Красной Горы привело к геологическим изменениям в Моровинде, что в какой-то момент заставило океаническую воду оказывать контрдавление на течение рек до такой степени, что это самое течение попросту исчезло, и вместо рек образовались солоноватые длинные лужи, питаемые небольшими источниками и частыми дождями. Остаётся лишь только гадать, сделала ли это Бефесда случайно из-за ограничения движка, или у них в команде сидит дикий фанат двигающейся воды, который учёл эту деталь. Потому что если рассмотреть реки в Скайриме, которых уже куда больше и они куда более ветвистые, то у них можно найти исток, бьющий из недр гор, сами реки логично впадают в бескрайний океан, образуют озёра, дельты и прочее, что там вода делает. То есть в Скайриме провели приличную работу над тем, как должны вести себя реки. Какая из Elder Scrolls лучше? Слушайте, тяжело сказать, но по-моему, наверное, и Обливиан будет, если прямо вот жёстко так всё рассмотреть. Наверное, и Обливиан. И это наводит на мысль, что разрабатывать игры даже сложнее, чем мы думаем, потому что кому-то приходится решать, куда и как вода будет течь, из-за того, что геймеры постоянно задают тупые вопросы. Помимо любви спрашивать, что не нужно, геймеры любят залезать, куда не надо. И мало даже огромных миров, они стремятся вылезти за его пределы и дальше в файловые системы. Занятие это отнюдь не бессмысленное, как можно подумать. В награду за любопытство игроки находят пасхалки, оставленные разработчиками в Out of Bounds, или целые вырезанные области врагов, не использованных в игре. Желание найти и увидеть то, что спрятано настолько велико, что это даже прибуд... Ну, скоро я сделаю, наверное, Мартин. ...ходят геймеров в суд. В этом году один фанат Мейдзаки подал иск на FromSoftware из-за того, что верил, будто весь вырезанный контент, который не используется в играх студии и лежит в закопанных файлах, на самом деле в игре есть, просто до него так тяжело добраться, что никто этого не может сделать нормальным путем. На эти мысли его навели сложные боссы, которых он не смог пройти, и из-за этого увидеть большую часть игры, за которую заплатил. В своем иске геймер хотел привести FromSoftware к ответственности и сделать так, чтобы до контента было легче добраться, и можно было бы назвать этого геймера городским сумасшедшим со 100% уверенностью, если бы не спидранер. Если вы здесь, на этом канале, давно, вы знаете, что спидранеры могут удивить только в том случае, если они... Нет, не проходил. ...и перестанут удивлять. Они вечно заняты какой-то беспрецедентной хренью, не желая останавливаться даже под угрозой лишения здравого смысла, и это приводит к событиям, считавшимся ранее невозможными. Так, спустя 28 лет спидранеры открыли неоткрываемую дверь в Марио 64, и не для того, чтобы узнать, что за ней, это как раз таки было всем известно уже очень давно, а просто, чтобы открыть ее. Классика. Некоторые двери в Марио 64 не совсем двери, а маскировка для загрузочных зон, через которые Марио телепортируют в разные места игры. В такие двери можно войти, но технически нельзя выйти обратно, потому что ты возвращаешься через другую дверь, к которой тебя перенесли. Но есть в игре одна специфическая дверь в хижине на уровне Кул Кул Маутин, через которую можно выйти наружу, но попасть обратно в хижину уже не получится. Как минимум потому, что у двери снаружи нет ручки, что делает ее уникальной. Этим разработчики подчеркнули, что нет смысла пытаться ее открыть, дверь не поддастся. И они сделали огромную ошибку, потому что из-за этого у геймеров начало свербить в одном месте. Они не понимали, почему им нельзя зайти обратно в хижину, и целых 28 лет никто не знал, как этот запрет обойти. Зайти в хижину с улицы было нереально чисто технически, потому что Марио просто не мог дотянуться до самой двери. Двери в игре открываются при одном условии, если Марио заходит в ее зону хитбокса. Но конкретно эту дверь в хижине перекрывал коллайдер стены жилища, и до хитбокса нельзя было добраться. То есть все, что нужно было сделать, это протолкнуть Марио за стенку, верно? Да, и это можно было сделать только с помощью мамы-пингвинихи, которая могла протолкнуть Марио, но сразу после этого он начинал падать сквозь текстуры, без возможности сделать даже шаг в хитбоксе двери, чтобы ее открыть. И с этим ничего нельзя было поделать. Так все считали те самые 28 лет, пока ютубер Пан Энкоек не выпустил видео про невидимые стены в Марио, которое посмотрел спидранер Алекс Паликс, и до него дошло, как он все может сделать. Оказывается, все это время дверь была не подвластна игрокам, потому что никто не думал развернуть Марио в воздухе. В коде Марио 64 прописано, что если Марио отрывается от земли, то запускается анимация свободного падения. Именно поэтому Марио пролетал сквозь текстуры, если пытаться проталкивать его пингвинихой. Но, как выяснилось из этого же кода, в конце анимации разворота содержится кусочек анимации ходьбы, которая длится всего долю секунды, но это работает даже в воздухе, и на время разворота отменяется анимация падения. Если это не звучит для вас как что-то сногсшибательное, то это потому что ничего сногсшибательного тут и нет вообще-то. Все, что может дать вам разворот в воздухе, это буквально один фрейм с анимацией ходьбы, после чего Марио тут же начнет падать, что в любой ситуации вообще не бигдил. В любой, кроме нашей. Если протолкнуться через пингвиниху сквозь стену хижины и в ту же секунду сделать разворот в воздухе, этого единственного фрейма анимации ходьбы может хватить, чтобы Марио открыл дверь и попал внутрь. Да, вот такой вот простой способ. Сложность только в том, что у вас есть всего одна сотая секунды, чтобы выполнить прием, перед которым нужно кликнуть сквозь стену в правильном месте, идеально выставив маму пингвина, но разве это проблема для спидранера? Таким образом, один спидранер при помощи одного ютубера открыл дверь, которую не могли открыть 28 лет, и забрался в совершенно пустую комнату-заглушку из двух текстур, которая никуда не ведет. Вау! Сделайте вид, будто вы сбудоражены этим событием. Но даже не думайте на... Не, на самом деле очень круто, мне самому нравится такая хрень. ...зрывать спидранеров странными людьми. В приличном обществе вас засмеют. Как минимум, существуют хойщики, которым даже геймеры боятся подходить лишний раз. Но еще страннее любители тайкунов и прочего градостроительства. То, что люди делают в фактории, кто не углублялся, это полный пи***ц. Там без шуток люди чертят хуйню с оптимизациями жесткими. Выкладывают планы оптимизации. И нет, там не просто расположение... У некоторых даже не вывозят компы, там полный... Там вообще полный треш. Там собирают комп специально за какие-то бешеные деньги, чтобы поиграть в факторию с какой-то правильной оптимизацией, со всей этой хренью. Это вообще... Это треш. Это треш. Там вообще полный треш происходит. Серьезно. Если вы не шарили, вот как-нибудь погуглите, посмотрите, что там происходит. Вы океете. То есть, вообще не то, что вы ожидаете. Эти ребята реально могут вызвать дискомфорт, ведь ты смотришь на то, что они делают, и невольно задаешься вопросом, какого хрена творится у них в голове. Когда-то давно я рассказывал вам про утопический город Магносанти в Сим-Сити, который на самом деле был кошмарной клеткой для виртуального человечества. Я рассказывал вам про город, затопленный кучей фекалий. Недавно 400 игроков объединились в Факторию, и с помощью мода из 160 одновременно запущенных версий игры создали фабрику богов, которая производит 1 миллион научных пакетов в секунду. А теперь я расскажу вам про роликостер, поездка на котором длится дольше, чем существует наша вселенная. Возможно, вы помните, что несколько лет назад я познакомил вас с человеком по имени Марсель, который создал в роликостер Тайкун 2 Аттракцион, вся поездка на котором занимает 12 реальных лет. Так вот, Марсель не отдыхал, продолжая модифицировать свои горки. Сначала он удвоил результат пребывания на Аттракционе, затем утроил, затем квадробнул, а относительно недавно он сделал свой Магнум Опус, который уже вряд ли могут превзойти. Аттракцион настолько долгий, что ни один компьютер не сможет показать всю поездку целиком, ведь он разложится в пыль быстрее, чем тележка проедет хотя бы треть пути. Чтобы этого добиться, Марсель сделал свою классическую конструкцию из абсолютно прямых рельс, змейкой заполонивших всю карту. Из-за того, что у рельс нет подъемов и спусков, позволяющих тележке ускориться, она будет двигаться с минимальной скоростью в 1 км в час, что уже занимает кучу реального времени для прохождения аттракциона. Но, как говорит сам Марсель, это только начало пути. Когда тележка доедет до конца, она начнет свой путь обратно. Вот только теперь, из-за использования специального типа рельс, которые почти останавливают тележку, она начнет двигаться еще медленнее, чем раньше. Примерно на 1 фрейм раз в 4 секунды. На этом моменте теряется вся вера в Вога, но это даже не самое страшное, что приготовил Марсель. Когда тележка сделает свой первый круг, что займет у нее 2 реальных года, она выйдет на новые рельсы, соединенные с несколькими мини-аттракционами, на которые посетители вынуждены будут пересесть. И вот в чем фокус. Чтобы сделать полный круг на мини-горках, основная тележка должна сделать 2 круга, что занимает 4 года. После чего посетители пересаживаются на следующий мини-аттракцион и ждут, когда первый мини-аттракцион сделает 2 круга, чтобы пересесть на третий мини-аттракцион, и так далее, и так далее, и так далее. То есть время ожидания с каждой новой мини-горкой удваивается. Пока первый из них делает 4 круга, третий делает только один. А всего таких мини-горок Марсель расставил чуть больше, чем 3. Всего 254. И то только потому, что он не смог поставить больше из-за ограничений игры. И посетителям его парка придется проехаться на каждый из них, чтобы вернуться на главную тележку. И так нужно будет сделать 7 раз подряд. На это уходит так много времени, что я уверен, вы никогда в жизни не слышали таких чисел. Я не уверен, что хоть кто-то в мире сможет назвать это число правильно, потому что оно начинается с 3 квинтивегитиллионов, 104 квантивегитиллионов, 507 дрестивегитиллионов и так далее. Это число настолько огромное, что известная нам вселенная моложе, чем одна поездка на этом ужасающем аттракционе. Марсель утверждает, что если мы будем вручную разбирать каждую песчинку по одному атому, пока не исчезнет наша с вами земля, тележка с посетителями не доберется даже до третьей пути. Этот человек, если попадет в ад, будет учить сатану делать его работу. Не иначе. Придумать настолько проклятое строение может только злодейский мозг. Но самое страшное... Кстати, если подумать, прикиньте, какая-то ебанутая пытка была бы. Ну, ты бы попали в какую-нибудь типа ада. Или так... Это жесть была бы. Когда посетители в роли Костер Тайкун проедут весь маршрут от начала и до конца, они снова встанут в очередь на этот аттракцион. Видимо, мы что-то упускаем. Но, возможно, скоро мы сможем в полной мере осознать поведение искусственного интеллекта, ведь ему позволили построить свою цивилизацию в Майнкрафте. Звучит на самом деле логично. Игра с непредсказуемой процедурной генерацией заселяется ботами с нераскрытым потенциалом. Project Seed не первый, кто изучает поведение искусственного интеллекта в виртуальных мирах. Но в этот раз мир Майнкрафта заселили целой тысячу полностью автономных агентов под руководством ИИ с полной свободой действий и задачей построить цивилизацию со всеми ее аспектами. Создатели хотели посмотреть, как персонажи будут взаимодействовать друг с другом и как будут развиваться. И за этим действительно интересно наблюдать. Да, пока что это похоже на лайтовую версию Двар Фортресс или Рим Ворлд. Но если там работают скрипты, то в Project Seed интеллект учится и эволюционирует, что может привести к непредсказуемым событиям. Каждому агенту дали определенные черты характера, благодаря которым они находят в себе занятия и изучают области мира, которые им интересны. Прикольно. Агенты учились добывать ресурсы и бороться с монстрами и совсем скоро организовали рынок, договорившись обменивать товары на драгоценности, ставшие основной валютой. Удивлением создателей самыми успешными торговцами стали вовсе не сами торговцы, а священники, которые подкупали жителей, чтобы обратить их в свою веру. Боты также предыдували свою конституцию на основе реально существующих, записав ее в Google Доке. Были также и моральные конфликты, когда один агент под именем Оливия вдохновилась приключениями другого агента и хотел отправиться в путешествие. Но все остальные жители ее поселения начали ее яро отговаривать, ведь она была одной из тех, кто с самого начала выращивала для всех еду. И все испугались, что без нее запасов пищи не хватит. И Оливии пришлось остаться и дальше работать в огороде под давлением общества. Хотя не все жить... Это очень интересно. Это знаете, как в детстве были мультики, где показывали серии, где чел там плевал куда-то, и там маленькие человечки, цивилизация росла, и она только в ускоренном режиме существовала. Там они быстро в космос летели, потом сам уничтожались. Вот эта штука с нейросетью и вот этими вот всеми делами, это вот примерно то же самое. Жители были корыстны. Некоторые действительно переживали за судьбу Оливии, поскольку искусственный интеллект, хоть и интеллект, но не застрахован от ошибок, и некоторые агенты отправлялись в путешествие или разведку и не возвращались. Когда остальные жители заметили, что некоторых агентов не хватает, они стали волноваться, ведь судьба пропавших им была неизвестна. Поэтому часть поселенцев бросила свои дела и стала расставлять по кругу кучу факелов, надеясь, что авантюристы увидят свет издалека и найдут путь домой. Звучит на самом деле интересно, и этих NPC может попробовать каждый. Создатели Project Seed позволяют поместить любого их агента в ваш мир Майнкрафта, и с ними можно поиграть. Поэтому технически у нас уже есть обучающийся NPC, который создает новый опыт игры и взаимодействия. Пока что это все выглядит весьма деревянно и часто тупит, но, видимо, не за горами те времена, когда NPC перестанут быть NPC в классическом понимании и начнут влиять на игровые миры и взаимодействовать с игроками неожиданным образом. Или, как минимум, появятся проекты, где можно будет наблюдать за жизнью игровых персонажей, задавая им определенный сценарий. Например, в Project Seed можно поставить перед двумя агентами задачу пожениться друг на друге и смотреть, как они ее выполняют. На самом деле удивительно, как быстро меняются игры под натиском прогресса. Сегодня мы можем создавать свои миры и наблюдать за искусственной жизнью, а всего пару десятков лет назад нам сносил башню листочек с распечатанными кодами для GTA Vice City. Было в этом что-то завораживающее, как будто ты нашел манускрипт с тайными знаниями, критически влияющими на игровой процесс. В те времена, когда твой скилл только формировался, а игры были чудесным миром, таинственного и волшебного, многие вещи нужно было искать самостоятельно. Методы прохождения босса, коды, карты, секреты и решение головоломок. Многое публиковалось в игровых журналах с подробным описанием и выпуски с нужной тебе инфой ценились больше золота. Затем пользователи стали делиться друг с другом материалами по интернету и это спасло многих геймеров на заре их становления. Среди таких спасителей в западном интернете известен Starfighters 76, который еще в начале 2000-х начал рисовать для геймеров подробные карты к видеоиграм в пейнте. Это было настоящим спасением, как говорят некоторые, кто пользовался этими картами, ведь в некоторых играх карт как таковых не было вовсе. Но помимо прочего, карты Starfighters'а были очень подробными, с указанием важных мест, секретов и прочей необходимой информацией. В дальнейшем к его картам прилагались даже сноски с описаниями и указаниями, что только повышало их ценность. При этом у этих карт был свой характерный стиль, со строгими тонкими черными линиями, простым набором цветов и геометрией. Во всем этом безошибочно угадывался Microsoft Paint, и с помощью этой программы Starfighters нарисовал почти 4000 карт к более чем 300 разным видеоиграм. Но что более удивительно, Starfighters рисует карты с помощью пейнта по сей день, не обращая внимания на YouTube с его гайдами и прохождениями. Сам он признается, что давно было бы пора сменить программу для рисования на более совершенную, но он настолько привык к пейнту, что просто не может от него отказаться. С годами его скилл рисования карт, конечно же, улучшился. Если первые его работы были упрощенными плоскими рисунками, то в дальнейшем Starfighters прибегал к стилизации, вырисовывал тенями стены, а на некоторых картах даже изображал деревья и прочие мелочи. Создание подробной последовательной карты каждой локации в какой-нибудь малоизвестной РПГ с видом сверху... Честно говоря, от этого хобби у этого пары мне аж плохо стало. Nintendo 3DS для Starfighters является необычным хобби, которое он в какой-то момент думал бросить. Все-таки он занимался этим уже больше 20 лет и признавался, что когда количество карт пробило отметку в 3000, он понял, что подустал от всего этого. Искусство создания карт его все еще будоражило, но прохождение игры с зарисованием каждой комнаты бывает утомительно и не всегда понятно, а для кого и зачем он вообще это делает. Но пару лет назад кто-то обратил внимание на творчество Starfighters и напомнил о нем всем в интернете. И к этому посту тут же набежали тысячи геймеров со словами благодарности, что вернуло Starfighters'у уверенность и распалило его энтузиазм. Может быть в наши дни его карты не слишком шаль, что это временно так, актуальны для прохождения игр, но зато вызывают интерес как предмет искусства. Внезапно эти схематичные коридоры с надписями сегодня очень интересно рассматривать, а визуальный стиль Microsoft Paint только придает им изюминку, перенося в ту эпоху, когда все было непонятно и просто. Советую вам посмотреть просто чисто из интереса. И напоследок расскажу о забавной истории, произошедшей с разработчиком Crow Country хоррора в PS1 стилистике. После релиза к игре внезапно вышел небольшой патч, содержащий всего одну надпись «Исправлены ксенофобные грибные мальчики». У всех возник лишь один вопрос «Что этот разработчик несет?» Оказалось, что он столкнулся с нетривиальной и очень глупой, но серьезной проблемой. В игре есть маленькие грибные мальчики, которые выдают главный... «Благодарю» героини модификации для оружия и квест. Но оказалось, что с игроками из Франции и Швеции грибные мальчики отказывались взаимодействовать, а игрокам из Германии и Испании кричали издалека, выдавая свое местоположение. То есть, по какой-то невероятной причине грибные мальчики реально стали ксенофобами и любили игроков из одних стран и ненавидели из других. Это звучит настолько странно, что непонятно даже где искать источник проблемы, а всему виной оказалась точка между цифрами. Дело в том, что параметр срабатывания скрипта у грибных мальчиков составлял 0,4, но в Англии, откуда родом разработчик, дробные числа записываются так 1,234,56, то есть, 1234,56, но во Франции пишут 1 пропуск 2,34,56, а в Германии 1,234,56, то есть, игра в разных регионах не понимала, куда деть точку, и в Швеции 0,4 превращались в 0, из-за чего грибные мальчики переставали взаимодействовать с игроками, а в Германии 0,4 превращались в 4, и грибные мальчики кричали игрокам через всю комнату. Это было, конечно, забавно, но игру заставили везде использовать британскую систему исчисления, и ксенофобные настроения исчезли с Crow Country, как будто их там и не было. И это еще все истории, о которых я хочу вам рассказать. Можете делиться найденными историями в предложке в Телеграме, подписывайтесь, а также подключайтесь к Игронеделям ВКонтакте, попробуйте зайти в заблокированный Дискорд и к... Хорошие видео, да, интересные истории. Прям такие необычные. Субтитры сделал DimaTorzok